СПЕНИЕ ПТИЦ Главный славянский праздник Марта – Камоедица. Ее считают прародительницей Масленицы. До принятия христианства Камоедицу праздновали в день весеннего равноденствия, когда длительность светового дня приравнивалась к ночному времени суток. Помимо встречи весны и празднования начала Нового года, в этот день также почитали славянского медвежьего бога. Существует мнение, что в древности медведя славяне именовали ком. И отсюда поговорка – первый блин комом, то есть медведям. Поэтому ранним утром до завтрака с песнями, плясками и прибаутками жители деревни несли в лес медвежьему богу блинные жертвы. А уже позже наши предки стали гадать, причем на протяжении всей Масленичной недели. Но наиболее правдивыми считались обряды гадания, которые проходили в субботу. По всей видимости, не случайно. Ведь согласно традициям, суббота Масленичной недели называется «Золовкины посиделки». А в субботу на Золовкины посиделки устраивали девичник. Все как сейчас – поболтать, мужчинам косточки перемыть. Мало кто знает, что на Масленицу еще и гадали. Брали тарелочку с водой, а под тарелочкой записочки клали. Берем свечку, льем воск. Куда воск причалит, оттуда и записочку достаем. Так, посмотрим, кто у Любы женихом будет. А еще гадали на блинах. Гадание на блинах с начинкой пользовалось особой популярностью среди незамужних девушек. К нему готовились все вместе. Сначала дружно и весело выпекали блины, а затем в них заворачивали различные начинки, так, чтобы нельзя было рассмотреть, с чем же тот или иной приготовленный блин. Когда же все было готово, разбирали каждое по блину. И то, что находилось внутри, характеризовало ее будущего избранника. Так начинка из мяса пророчила состоятельного и обеспеченного жениха. Нежного, спокойного и обходительного. Варенье веселого, но хитрого. Меда, романтичного, сметаны, нерешительного. Творога, заботливого супруга. В праздник новолетия проводили также ритуал с ветками Ивы, который с приходом христианства заменила верба. Славяне верили, что Ива воплощает собой большую жизненную силу, помогает от многих болезней и отгоняет от дома всякую нечисть. Освещенные волхвами ветви Ивы клали запакутье, то есть божницу, втыкали в стены, в хлевах и конюшнях. А впервые выгоняя коров и лошадей на весеннее пастбище, их благословляли Ивой, чтобы животных не испортила нечистая сила. Интересно, что 8 марта, который считается женским днем, славяне отмечали праздник кислой девки или поликарпов день. Кислыми девками день прозвали потому, что девушки, не успевшие выйти замуж до этой поры, знали, что теперь придется ждать до самого лета. И в связи с этим сильно тосковали. Они прятали свои наряды и приданные в сундуки до лучших времен. Однако весь день девушки грусти не предавались. В этот день совершалось множество обрядов на привлечение женихов. С позаранку заводили опару на пироги, которую ставили в теплую печь. И как только она начинала подниматься, то есть киснуть, брали на персток, который использовали при шитье приданного. Трижды черпали им кислое тесто, приговаривая слова заговора на любовь определенного парня. И еще девушки, незаметно от всех, выметали ссор с улицы через порог избы и заметали его в передний угол со словами «Гоню я в избу свою молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи со чужих дворов». За кислыми девками следовал славянский праздник – жаворонки. Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы. По прилету этих птиц определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы. Раз жаворонок прилетел, значит весна пришла. На жаворонках в деревнях, а иногда и в городах, исполняли обряды с явными языческими корнями. Рано утром хозяйки пекли из теста птичек круглые пряники и колобки. Затем делали из соломы маленькие гнезда, складывали в них колобки и ставили в птичник. Считалось, что это поможет корам лучше нестись и не болеть. Круглыми пряниками принято было всех угощать. Христианская традиция не заменила языческих жаворонков полностью, а причудливым образом переплелась с ними. Праздник жаворонки стал называться еще сороками. Не в честь белобоких птиц, а в честь сорока мучеников севастийских. Это были воины-христиане, которые приняли мученическую касть за веру. Память их празднуется 22 марта. Жаворонки к воинам никакого отношения не имели, но число 40 прочно приросло к празднику. Как говорили, жаворонок за собой 40 птиц привел. Еще один народный праздник, который широко отмечали наши предки – Авдотья Весновка. В православном календаре это дата почтения памяти преподобной мученицы Евдокии Илеопольской – Игумени. На Авдотью были большие гуляния, и большое веселье, и ходьба в гости, и угощения. То есть вот все, что сейчас дошло к нам в виде Нового года, это все тоже было связано и с Авдотьей. Вот. Ну и обрядовые такие вещи, которые весной – это, конечно, ожидание птиц, прилета птиц, потому что они весну с собой несут на крыльях, поэтому очень много связано с обрядовой выпечкой, которая вот именно весенняя выпечка – это птицы в первую очередь, жаворонки, там, тетерки, грачи. Это вот все 9 марта, например, пекли и жаворонков, и грачей. Грачики, они отличаются от жаворонков тем, что они более крупные, у них есть длинные ножки, иногда в виде палочек, и они прямо втыкались в снег, чтобы грачи лапки себе как бы не заморозили и скорее принесли весну. То есть вот такая забота была птичка. А жаворонки, их пекли и 22 марта, и 9 марта. Опять же вот этот старый новый стиль, да, то есть вот здесь даты. Но жавороночек, с ним залезали ребята и на крышу, и там кричали разные заклички, от него не ели голову у этой птички. Ее съедали вот крылышки, а голову, например, нужно было перекинуть через крышу. Либо ее бросали в воду, там, в колодец бросали, либо отдавали матери, чтобы уродился хороший лен. Через несколько дней после новолетия, 24 марта, наступал Ярила Красный, славянский предок христианской Пасхи. Согласно поверьям, в этот день весна побеждала зиму, жизнь одолевала смерть. Весь славянский мир славил возрождение любви, доброты, надежды и радости жизни. Наши предки верили, что в этот день Всевышний Род отворяет врата Ирия, и через них нисходит в человеческие души очистительный огонь. Всякое обрядовое действие обретало в праздник особый смысл, и волхвы следили за соблюдением традиции. В ночь перед праздником люди разводили на жертвеннике ритуальный огонь, который поддерживали до восхода солнца. В эту ночь мужала Ярила, бог возрождения природы, плодовитости, весеннего солнца, и огонь символизировал это возмужание. Те, кто не мог отправиться на славление и оставался дома, должен был до утра поддерживать огонь в печи или жечь до утра свечу. Также готовили крашенки. Вареные яйца их красили в один цвет. 25 марта наступало Благовещение или открытие сварги. Весна пробуждает перуницу, женскую пару перуна. В этот день строго запрещено начинать всякое дело. Птичка гнезда не вьет, говорили наши предки. Как верили славяне, на Благовещение полностью открывается небеса. И в это время можно было осуществить исполнение самого заветного желания. А для этого люди выходили во двор, смотрели в небеса и искали большую звезду. В эту минуту, когда открываются небеса, кричали «Боже, дай мне большую славу!». Считалось, что сварга открывается, и к людям сходит богиня «Жива весна». И она, конечно, обождествлялась и отождествлялась с девушкой, с молодой всегда. И даже в тех же поговорках мы говорим, что «Весна красна пришла». То есть вот она, или «Весна красна в воду глядится». То есть мы как бы видим, что она именно девушка, что она, например, «Весна едет на пегой кобыли». Это значит, все-таки живое существо, раз оно едет, значит, вот это обождествление. В общем, по народному календарю совсем скоро к нам должна приехать красавица «Весна» на своей колеснице. Главное – успеть испечь жаворонков и загадать заветное желание.